Лолочке тоже место, да, девочке моей? Пупкой виляет, да? Молодец, молодец. Девочка моя любимая. Горочка моя. Ну иди, иди. Иди к мамочке, иди. Иди к мамочке, иди. А я буду не пить целый месяц, с 5-го числа я буду не пить месяц. В общем, мне интересно попробовать, смогу ли я вообще или нет. И испытать свою силу воли. Ой, как широкоуголка меня уродует. Обычно я не такая, страшная. Вот так я гуляю, вот такая у меня прекрасная тут атмосфера. Такие шикарные дома, особенно этот. Нет, ну мой, конечно, самый шикарный. А если хотите, я вам расскажу, как я решилась завести змею. Вот такую. Катюшку. Я ее очень обожаю. Моя девочка. У меня даже была мысль как-то продать ее. Так как она меня кусала три раза. Вот. Но потом, потом я ее вылечила. То есть я даже умудрилась ее простудить. А витаминоз, представляете? То есть даже змеи могут болеть. Я ее вылечила. Сейчас я без нее вообще не могу. Я постоянно беру ее на руки. Постоянно с ней хожу. Ну, жизнь прекрасна, ребят. Ребят, вы не представляете, какой кайф я просто испытываю, когда она по мне ползает. Змеи, на самом деле, у них очень плохой слух и все. Они все языком, все на ощупь у них. Она всегда холодная. Они хладнокровные. Давай, Катюшка. А, то есть я хожу по дому, наматываю вот так ее на шею. И получается как бы такое ожерелье. Она злая, да? Ребят, это божественно. Она настолько красиво наматывается на мою шею. Получается, как бы так ползает всячески. Это такой кайф. Вы просто себе представить не можете. Это реально кайф. Сегодня я была на массаже у слепого врача. То есть в 19 лет этот человек просто потерял зрение. Представляете? Сейчас ему 51 год. Ой, блядь, извиняюсь. У меня просто реально так болит все. И представляете, как это страшно, да? Просто взять и потерять зрение. Это реально очень страшно. То есть он все видел, он мог читать, все мог делать. И в какой-то момент просто вот так. И я была у многих мануальных массажистов. Они ничего только не делали, мяли меня. Но все это ерунда. А сегодня у меня прям по точкам. Вы представляете, даже вот эти места. Вот эти вот. Сейчас, кстати, я вам покажу, если хотите. Вот эти места. Вот так вот себе помните. Если вам больно, а мне очень больно, очень. Ай, очень больно вот прям тут. Это значит, что у вас проблема с тонкой кишкой или с толстой. Ну, я в общем-то не помню. Потом мочки ушей. Вот этот комочек нащупайте. Ай, блядь, мне больно. Вот так вот помните его, если вам больно. Это значит тоже пиздец, короче. Вот так надо мять прям. Вот тут. Не все, а вот именно вот эта вот штучка. Ай, блядь. Ёб твою мать, больно-то как. Ладно, не суть. Дальше помассажируйте вот здесь. Если так, подождите, мне надо найти эту точку. Сейчас. А, вот. Вот где челюсть, короче. Вот тут помассажируйте вот так. Ёб твою мать, мне тоже больно. То есть у меня проблема на проблеме. Прям у меня реально просто вся моя спина. Особенно вот эти две шишки сзади. Как они у меня болят, вы, ребят. Вы просто не можете себе представить. А это у нас этот, вот эти две шишки, если болят. Это у нас, как же он сказал-то. Ребят, не помню, пиздеть не буду. Но скоро я к нему снова на массаж. Это стейк. Это мой стейк, да. А я собираюсь его сделать с авокадо и с рукавой. Господи. Два года страданий. Два года страданий. Вот, мои права я их получила. Я сдала сама, ребят. С четвертого раза я сдала. Я смогла. Я выучила все. Было сложно. Я психовала. Я нервничала. Но я их получила. Свои права. Зато сейчас у меня от зубов вся эта теория отскакивает, блин. Даже не знаю, зачем мне столько ненужной информации. Я из этих прав, блин, в тюряге сидела восемь дней, блядь. Хотела вам немножко рассказать про права. На самом деле это реально шок. То есть два года назад меня лишили этих прав. Далее. Полтора года. То есть лишили на полтора года. Далее. Я начала учить эти как бы права. Это было тяжело. Меня посадили в тюрьму за вождение без прав. А почему меня посадили так надолго? На восемь суток. Потому что там, короче, видно было, что я ездила без прав. Ну, много штрафов было, короче. Штрафов там не знаю сколько. Ну, тридцать, может, я не знаю. Вот. И прошло уже год и девять месяцев. Я не могла сдать. Я не могла сдать четыре раза. Я уже расстроилась. Я думала, все уже. Я никогда в жизни уже не сдам. И вот я пришла. И у меня была одна ошибка. Мне даже пять дополнительных вопросов. И вот, пожалуйста, у меня есть права. Отмечаю с красным вином, с салатиками. Потому что ты у меня есть права. Больше мне нечего добавить. Приехали в ресторан. В ресторанище тут у нас на районе. Ну, честно говоря, одно название. Ну, действительно, в Новопеределкино некуда сходить. А ты что считаешь, что он голодный? Нет слов. Ты у меня есть какое платье, красиво. Пила. Единственная красота, что здесь есть. Это я и его. Золотые слова. Так, короче, мне лень два раза идти. Я решила вот так сделать. Вот я выдумщица, да, ребят? Ага. Лол, что тявкаешь? А? Всех облаяла уже. Я хочу вам кое-что рассказать. Отгадайте, что это для начала. Давайте сделаем так. Вы пытаетесь отгадать, что это. А в следующем влоге я расскажу. Посмотрите, с кем мы встретились. Узнаете? С кубы. Вот такие вот дела. Приехали к Эмиле в гости. Эмиле сварила супчик. Сейчас покажу. Суп из семи залуп, я его называю. С кубы приехали. А что ты этого не прянуешь? Почему я вам показываю? Вот я вам поближе покажу. Я их всех показываю. Так, я приехала в ресторан. Тут, в принципе, очень красиво. Но не знаю, какая будет там еда. Сейчас проверим, да? Проверим, проверим. Проверим. Давай, Эмиле уже исследует. На самом деле, мы вообще заблудились. Еле можно найти вход. Кстати, немножко такое, знаете, настроение как скул. Потому что, помните, это платье? Я на кубе в нем ходила все время. Смотрите, как красиво внутри сделано. Как будто гусь. И вот так. Лодка такая. Все прикольно. Тебе как, Эмиль, нравится? Да, очень. Какое у меня платье крутое. Где брала? Супехи. Доспехи. Кольщуки. У нас такого еще нет. Да, да, да. У меня есть такой сексуальный наряд. Ой, увиделись. Да? Скубу не виделись. Сколько мы не виделись? Тысячу лет. Там отмечают мальчики. Девочка рожден. Лоб ноги. Короче, девочка рождена. Всем, девочки, у меня бред мальчик. Заебись. Мешки домашние заказала. Мы едем в кафе. Не на такси, на велике, потому что спорт это прежде всего... Да, Андрей? Мы только спортом занимаемся. Да. Зож. Зожники, да. А наших друзей алкаши ставили в кафе. Ой, прикол. Ладно, шучу. Наши друзья не алкаши. Мы еще... Ах! Клещи их перепиваем, господи. Суть в том, что надо было машины оставить, чтобы можно было пить. Ой, пять минут доехали. Шикарно. Красота на великов. Вообще идеально. Вот такой пальчик еще. Сисечки трясутся. Так, вот доехали в такое красивое место. Паргуют велики. А, ну, вообще быстро. Эмили там. Тачки припарковывают. Пока я колпаю. Так, мы пришли в кафе. Тут фиарверк. Наверное. Представляете, рядом с домом и фиарверк. Самолет. И самолет. Вообще тут просто как-то бежут у людей. Вообще, знаете, так странно какие-то ограничения. Да, вот, например, вот там кафе напротив. Там нахуй поставили с каялок. Боли нету. А здесь есть только пиво. Так, ребят. О, еще нам пиво. А нам немного будет. Ладно. Так, ну, все тогда вот. Ой, ребят. Короче, решили прогуляться. О, так сих. Да. Короче, вот такая большая у нас компания. Вчера мы были в разных кафешках. Сегодня мы с Эмили выбираем еду. Эмили собирается готовить супчик. Из семи золубчиков. А сухарики вот мы взяли. Взяли вот. Вот, Эмили. А? Давай. Вот такой сыр мы собираемся взять. Живую. Так, что такие дела, ребят. Пошли. А вообще мы планируем поспать еще часочек-другой. Потому что на самом деле мы сегодня проснулись. Очень рано. А потом мы еще любили спать. Поспали до шести. Мне там стелили асфальт. Пока я спала. Знаете, мне так нравится, когда я сплю. Из-за меня делаются все дела. То есть я пока спала, там асфальт стелили. Я думаю, шикарненько, великолепненько. Вот, ребят. Начинаю с 15-го числа. Нет, пизжу. Со 2-го числа. Нет, с 5-го. С 5-го числа. Тайлы.